Это предложение. Предложения были одобрены. А Соломенцев и Легачёв. Соломенцев в то время был председателем партийного контроля. Ну а Легачёв у нас занимался идеологией. Он считался второе лицо партии. Они внесли предложение. Народ спивается, что надо надо что-то делать, чтобы народ всё-таки трезвый был. Горбачёву идея понравилась. Рыжков против. Поймите, люди начнут массово варить самогон. Карточки на сахар вводить придётся. Но решение о проведении кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом всё же было принято. Мы понимали самогон. Но я никогда в жизни не думал, что, допустим, можно какие-то клеи там нюхать. Значит, там что-то ещё. Ваксу, ваксу, который чистят. Ботинки её, значит, мазали, убирали. Остальное, там спирты были. И, как говорят, ели. В аптеках валерьянки, капли всевозможные на спирту, они же все пропали. Вскоре с полок стали исчезать не только сахар, конфеты и прочие сладости, но и многие другие продукты. Деньги освободить от алкоголя, понимаете? По закону, экономическому закону, они где-то обязательно начали всплывут. А рынок, рынок не подготовлен к такого наплыву денег. За два года антиалкогольной кампании страна потеряла более 60 миллиардов рублей. То есть примерно 100 миллиардов долларов. За счёт доходов от спиртного правительство датировало цены на хлеб, мясо, молоко. Теперь датировать цены на продукты стало нечем. Ещё год борьбы за трезвость, и всё могло закончиться социальным взрывом. Трижды Рыжков просил Горбачёва свернуть антиалкогольную кампанию. Всё бесполезно. И тогда он написал официальную записку с требованием вынести вопрос на рассмотрение политбюро. Проигнорировать официальный запрос Горбачёв не мог. Конечно, Рыжков понимал, что идёт на конфликт с руководителем страны. Но как быть иначе? Обсуждение чуть не закончилось дракой. Вот как-то получилась та сторона, на которой я сидел. Выступили практически все. Слюньков сейчас в Беларуси. И Никонов, он село вёл. Он прямо говорит, вы довели до того, что мы вырубили всё. Мы вырубили все виноградники. Мы погубили заводы, которые делали вино. В общем, с той стороны пошёл тоже жёсткий разговор. Что вот, значит, Рыжков только думает о бюджете. Он не думает о здоровье людей. Я говорю, какое здоровье? Вместо того, чтобы 100 грамм водки выпить, он клей какой-то жрёт. Он, значит, нюхает что-то. А вы говорите, здоровье. Соломинцев начал там. Хорошо. А вот у вас, может быть, будет всё-таки, раз ваш с царём нарекли, какое-то царское решение относительно того, что делать с вашими подданными, видимо, которые употребляют различные настойки. Боярышник там, например, и которые вот умирают. А я вообще не вижу в этом никакой трагедии, потому что в данном случае Боярышник выступил как инструмент естественного отбора. И если уже персонаж, что же называется, докатился до Боярышника, то, поверьте, потеря невелика. Я бы предлагал вообще всем желающим этот Боярышник выделять в необходимых количествах. Это средство для смазывания ног или для ванны? Какой-то лосьон. Вот тот, от которого гибнут люди. Лосьон для ванны это называется, косметический. Ну, вообще, надо сказать, что как-то мельчают и ветшают алкоголики. И синяки что-то как-то вот не радуют меня. Потому что в моё время, когда мы снимали секунды, они пили какие-то экстрагенты биоактивные. Просто асфальт прожигало, он начинал плавиться и дымиться. Разрушался гранитный петербургский поребрик. Но они пили, срыгивали и шли дальше на поиски спиртного. То есть, в моё время алкоголики, всё-таки советские алкоголики, были значительно крепче. Но и водка стоила дешевле всё-таки. Тогда и доступнее была немного. Нет, она не была доступнее. Нет, нет, нет. Поймите, тогда вот эти вот синячины, которые употребляли, все эти настойки, которые большими партиями закупали в аптеках всё, что только можно было спиртосодержащее найти, они ведь тоже это делали не от хорошей жизни, не от того, что они почитали эти все экстрагенты нормальной водки. Вы, Александр Глебович, такую страшную вещь говорите. То есть, вы выступаете за такое самоочищение нации, при этом вы даже не предлагаете вариант, что государство или, я не знаю, может быть, сам Невзоров пойдут навстречу каким-то образом этим людям, кроме того, чтобы предлагать отраву, и попытаются их вернуть к нормальной жизни. То есть, если человек катится вниз по лестнице, ну и пусть сдохнет. Это такая логика, что ли? Ну, вы очень сильно угрубили то, что я говорю, но, по сути дела, примерно такая логика. Мне некогда заниматься синяками, и я не думал, что это должно вообще меня с какой бы то ни было стороны беспокоить. Что касается государства, а я тоже, я вот тоже всегда, всегда, я всегда поражался Ройзману с его страстью лечить и избавлять наркоманов, и всегда ему объяснил, что это пустое занятие, пустое дело, что все равно он найдет себе, наркоман, найдет себе какой-нибудь кайф, найдет себе возможность оглушиться, что бы с ним ни делали, поэтому там, собственно говоря, бороться-то не за что. То есть, государство, в принципе, не виновата, да, современное российское государство в том, что у нас люди пьют вот этот вот лосьон и умирают. Нет, вы знаете, это тот редкий случай, когда, наверное, государство обвинить невозможно. При том, что, наверное, очень бы хотелось его всегда во всем обвинять, но не вижу, честно говоря, никакой связи. А о ком вообще государство было? Продолжаем обзор на стойке Боярышника. Ярёня любезно согласился продегустировать ее. Пожалуйста. Ярёнь, что вы ощущаете, ваше первое по рецепторам, что бьет сейчас? Какие нотки? 70 градусов. 70 градусов? Да, они бьют сразу же не по рецепторам, они бьют по гортанию. По гортанию сначала у Паши, да, а потом, как, приход идет по чуть-чуть? Нет, приход чуть позже будет, да. Ну, а вообще ощущение, ты становишься бодрее, веселее, ты становишься, ну, как, себя лучше по жизни, тонус поднимаешь. Давайте мы пройдемся, чуть позже я вам расскажу, что у меня это самое. Свои ощущения. Ну, в общем, обзор будет продолжаться, пока не переключаемся. Владимир Владимирович Путин, это я, Тогучинского района, Беляш. Ну, звать меня Димка Буханицов. Я просто тебя прошу, родной, такая ситуация, у меня ни матери, ни отца никого нету. Ну, есть у меня вот жена, звать ее Аня Казакова. Я вам хочу, прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфурики были, да. Я просто прошу тебя, родной, прошу тебя, прошу, я даже могу покреститься, пожалуйста, пусть эти фунфурики обратно вернутся. Это люди, которые померли там, это они там померли от боярки, а не от этого видацепта. Я просто прошу тебя, если ты наш хороший справедитель, я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга... Как его друга зовут? Медведев. За Медведева. А Медведеву привет от Беляша. Давайте. Спасибо вам. Все. Теперь у нас есть вопросы другие. Вот у нас есть депутаты из Иваново. Я бы хотел, чтобы они это поняли вопрос. Вот у нас всегда молчат региональные депутаты. Вот в Ивановской области, в свободной продаже, вот такие бутылочки, 17 рублей стоят, да. Чистый аромат, витосепт и настойка перца стручкового. 96% обычный спирт. И немножко травки для запаха. Хороший. Это самогон. Только от имени, так сказать, аптеки. И свободно продается. И, естественно, люди склонные к употреблению. За 17 рублей 100 граммам вот так куда дешевле, чем это. И запах великолепный. То есть даже водкой не пахнет. Надо спросить, кто выпускает. Кто запустил свободную продажу. Вот где враг сидит. Спаиваем народ. Магазин нельзя. То нельзя. Вот я прошу депутатов с Ивановской области, эти бутылочки заберите. И проанализируйте. У нас нет депутата от Ивановской области. Но мы работаем со всем населением. Пускай дежурный потом передаст депутатам. Там Пономарёв у вас депутат. И второй кто? А? Иванов. Скрывается по такой русской фамилии. Везде Иванов. Вот найди его. И у нас есть Иванов. И так далее. Пономарёв справедливый. Россия есть. Вот разберись. Где они? Какой Пономарёв? Илья в Америке. Это он, что ли, оттуда присылает бутылочки? 17 рублей. Ну, я бы, наверное, и сам купил. Чистый аромат. Ну, чистый аромат, как хорошо. Ну, и всё написано. Ну, лосьон косметический. Скрывается такой. Что за спирт-лосьон, вы понимаете? 96% как может быть косметика. Это сожжёт всю кожу. Всю кожу сжечь надо. Отнесите Пономарёв и Иванов. Отвезите вашему губернатору. Общественный палат Ивановской области, так сказать. Кандидатом в депутат от Ивановской области. А комитет по здравоохранению Фургал проверит все аптеки по всей стране. И запретит продажу. Не захотят запретить эти аптеки? Не надо кричать, как на сельском сходе, в борьбе с кулаками, Николай Михайлович. Всё кричите с задних скамеек, так сказать. Лучше подумайте, где ваши свинофермы. Был лучший директор свиноводческого комплекса. Свиней нет, комплекса нет. А депутат есть. Всех свиней продал и сидит здесь ни о чём не думает. Олигарх свиной, так сказать. А нам будет доказывать, что одеколон. Одеколон выпускают другие из уважения ко мне. Потому что его покупают. А когда Лучков выпустил, всё осталось на складах. Никто не хотел покупать одеколон-мэр. Мою водку покупали, а кремлёвскую не покупали. Хотя на раскрутку потратили 3 миллиарда рублей. По Садовому кольцу 3 года ходила машина. Но не пошла водка. А мою не купите. Дефицит. И мы прекратили выпуск. Мы прекратили, Харитонов, выпуск моей водки. Хотя за ней очередь стояла. И одеколон найдите, покажите мне. Где покажите одеколон? Я у вас куплю весь одеколон. Сколько? Один. Ну вот и храните дальше. Болельщики. Появилась информация, что... появилась темная память. Продолжение следует...